МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу подробностей на канале телевидения Надымских газовиков. Студия Аксана Захарова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Достроить, наладить и подать газ. Дожимную компрессорную станцию второй очереди ГП-2 на Баваненковском месторождении запустят в этом году. Твои люди. Газпром добыча на дым. Николай Придачин. Лучший работник года, лучший руководитель, лучший рационализатор. Об этих и других событиях прямо сейчас. Весенние заботы диктует погода. Взамен снегоуборочным шнекам приспособлений для полива и щетки. Специалисты Управления по содержанию, коммуникации и сооружению общества Газпром добычи на дым заступили на круглосуточный режим работы. Нужно убрать остаточные явления зимы и подготовить дороги к дальнейшей эксплуатации. Подробнее об этой работе по телефону нам рассказал начальник управления Сергей Бондаренко. Понятие автодорога – это понятие круглосуточное. И поэтому ее нужно содержать круглые сутки. Она должна соответствовать определенным требованиям. У нас на дорогах работает более 100 единиц именно снегоуборочной техники, которая задействована и для уборки снега, и распределения противогололюбных материалов. Прежде всего подготовить дороги для летнего эксплуатации в плане того, чтобы очистить обочины от наледей снега, потому что самый большой враг автодорог – это влага, которая разрушает дорожную одежду. На балансе нашего общества состоит 655 километров дорог, это включая полуостровы Ямал. Можете представить какой-то объем работы. Количество снега, перемещенного с территории объектов общества, исчисляется сотнями тысяч кубометров. Так, к примеру, только с ГП-1 Бованенковского месторождения уже вывезено порядка 100 тысяч кубометров. А на ГП-2 Бованенковского месторождения сейчас в разгаре важнейшая стройка. Дожимные компрессорные станции второй очереди ГП необходимо запустить уже в третьем квартале этого года. Успеют ли, выяснила Светлана Тусида. Достроить, наладить и подать газ. Вот что осталось выполнить до запуска в работу этого газоперекачивающего агрегата. Его и в целом вторую очередь первого модуля ГП-2 ведут в эксплуатацию в конце третьего квартала 2016 года. Много было решений, в том числе при проектировании применялось 3D-моделирование. То есть можно было детально увидеть и детально просмотреть какие-то недостатки и вовремя их устранить. Так появился агрегат, отвечающий требованиям «Газпромдобыча на дым» по всем параметрам. Машиностроительная компания соединила свои технические решения и все пожелания газодобытчиков. Учли опыт эксплуатации ГПА на дожимных компрессорных станциях Емсовейского и Юбилейного месторождений. Современный агрегат представляет собой источник большого тепла при работе. Чтобы не произошло растепление свайного поля, оно грозит потерей его несущей способности, здесь использован необычный слой теплоизоляции в виде специальной плитки. Есть утилизаторы тепла, чтобы использовать энергию отходящих газов для отопления технологических корпусов всей площадки ГП-2. И подобных инновационных решений немало. Допустим, газомасляные теплообменники – это сокращение потребления электроэнергии, то есть использование тепла от нагретого смазочного масла двигателя для подогрева топливного газа. Все основные узлы – запорная арматура, аппараты воздушного охлаждения газа, трансформаторные подстанции, компрессорный цех, трубопроводы отечественного производства. Другими словами, 90% оборудования российских предприятий. На каждом из двух модулей будет установлено по пять газоперекачивающих агрегатов с дальнейшим расширением до восьми. Нам необходимо провести испытания, как систем ГПА, узла подготовки топливного газа, всей трубопроводной обвязки ДКС. Четкое взаимодействие. Так говорят о совместной работе специалисты Ямальского ГПУ и Управления организацией реконструкции и строительства основных фондов. Проводят входной контроль оборудования, поступающего на монтаж. Согласовывают изменения проектных решений по совершенствованию вновь вводимого оборудования. Готовятся к проведению пусконаладочных работ. Все это для надежной эксплуатации новых объектов. Во стройке можно сказать, что работы ведутся достаточно быстрыми темпами. Количество людей усиливается на объекте. Общая готовность конкретно ДКС второй очереди первого модуля ГП-2 составляет порядка 70%. Отцепка площадок, свайные поля под различные технологические объекты, своевременная уборка территории от снега, строительство дожимной компрессорной станции ГП-1 в самом начале. Ее масштабы впереди. Для выхода первого и второго газовых промыслов Бомоненковского нефтегазоконденсатного месторождения на полную проектную мощность необходимо включить в работу все звенья технологической цепочки. Сюда входит полное разбуривание фонда эксплуатационных скважин. Вот второй, а в будущем и третьей очереди дожимных компрессорных станций, чтобы поддержать проектные показатели разработки месторождения. Светлана Тусида, Сергей Черков, телевидение «Общество», тепловой сети на Бомоненково. Николай Придачин в ЕГПУ лидер по рационализаторским предложениям. Почти за 20 лет работы в обществе воплощено в жизнь множество его идей. «Много распредложений было еще в период, когда он работал на Харасовойском ГКМ. Ну и здесь на новых объектах масса распредложений, причем с довольно большим экономическим эффектом. В прошлом году он сделал предложение с эффектом порядка двух миллионов. То есть такой человек у нас работает». Харасовой – особая точка в биографии Николая Придачина. Здесь он начинал свою трудовую деятельность, здесь открывал красоту сурового севера и надежных его людей. «За Харасове я расскажу. Там погода такая специфическая. И однажды там мороз был, минус 37, и был ветер, который валит человека с ног. Утром на смену мы ползком ползали, два оператора котельной женщины и я с ними. У женщин очки примерзли к лицу». Мысль о том, что Юмальский север – это большая кладовая нефти, газа и конденсата, до сих пор окрыляет, восхищает его и придает желание работать творчески. На Баваненково привлекли малолюдные технологии и автоматизированное производство. Захотелось самому поучаствовать в этом процессе. «Здесь ультрасовременное оборудование, которое здесь есть, нигде такого не встретишь. А для того, чтобы работало, значит, это нужно все и налаживать, и вовремя техническое обслуживание проводить, и участвовать в этом. Бывает, что корректировки внести в алгоритмы работы какие-то. Это тоже интересно. Это как человек учить ходить». Николай Иванович следит за тепло, вода, газоснабжением, работой вентиляционного и канализационного оборудования на втором газовом промысле. Это лишь малая часть его работы. Он не перестает учиться и интересоваться новым. Это воспитывает и в тех, кто только начинает осваивать профессию. «Не очень давно, но за две вахты с ним работы, я от него очень много принял, принял. И много полезной информации он дает, потому что, так как за его плечами очень большой опыт. И вот я стараюсь все, что я не знаю, у него интересоваться. Он в любой момент, в любую трудную ситуацию, он всегда поможет, объяснит. Если что-то где-то я не знаю, все по полочкам раскладывал. Мне вот очень нравится, как руководитель никогда не бросит, как говорится, своих рабочих». Ему все и везде интересно. О своей работе он может говорить часами, взахлеб. Она дает ему силы и энергию. «Я живу, знаете, это настолько интересно. Я на вахту проезжаю, я не замечаю, как она проходит у меня, потому что каждый день он разный, всего полно. И участвовать, чувствовать, управлять всем этим – это то же самое. У каждого человека есть свои определенные интересы. Вот у меня они в работе». «Николай Иванович вносит неоценимый вклад в работу нашего коллектива. Он вообще относится к тем умудренным работникам, которые, решая задачу или ставя вопросы, имеют сразу же несколько правильных ответов. Самое главное, что вопрос Николай Иванович ставит так, что к концу разговора он получает именно тот ответ, который ему нужен». Добросовестно и ответственно относиться к своему делу – это Николай Иванович считает главным. Работу нужно любить. «Если в нее не вкладывают в работу, то ничего в жизни не получится. Вот если душой войдешь туда, почувствуешь эту жилку, тебе легче будет во всем, и не в тягость будет ничего. Ты просто не будешь замечать ни времени, ничего». С любовью к работе Ярослава Кондрюкова, Олег Зубком, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым». В третий раз надымчане, как школьники, сели за парты, взяв ручки и линованную бумагу. На тотальном диктанте в прошедшие выходные побывала наша съемочная группа. Ольга Смирнова пишет диктант не в первый раз. Четверку уже получала, теперь старается на пятерку. Хотя оценка для нее не главная. Ей приятен сам процесс записи от руки, под диктовку и потом работа над ошибками. «Каждый раз, как в первый класс, те же волнения, острые эмоции, постоянно сомневаешься в чем-то, не всегда уверена. Но в целом, когда потом получаешь результат, думаешь, о, неплохо написала, в принципе». Желающих проверить свою грамотность меньше не становится. В этом году в Надыме диктант писали на четырех площадках. А в целом по России в акции приняли участие более 150 тысяч человек. «Самое главное то, что у нас есть те люди, которые приходят ежегодно и пишут, те участники. Вот это радует. То есть вот послевкусие остается, и оно заставляет снова возвращать себя к тому, с чего начинали. И нужно сказать, что лица, в общем-то, участников вдохновенные». «Тотальный диктант» – акция добровольная, общественная и не имеет ограничений по возрасту. Надо только решиться. «Вообще о «Тотальном диктанте» я слышал и раньше, но решил прийти, попробовать свои силы, как с орфографией у меня проверить себя. Люди боятся получить двойку. Ну, а что в этом страшного? Ничего такого нет, понятно, в сферу. Во время, когда все пишут в твиттеры, смсят, сокращают слова направо и налево, ну, просто люди боятся уже писать». Текст «Тотального диктанта» всегда непростой. Его авторами становились известные писатели. В этом году это Андрей Усачев, детский писатель и поэт. На Дымчанам диктовали вторую часть трилогии «Этот древний-древний-древний мир» под названием «Вкратце об истории письменности». «В те незапамятные времена, когда в междуречии Тигра и Ефрата пришли шумеры, они говорили на никому непонятном языке». Текст на понятном, но сложном языке читает Максим Баданин. Он так называемый «звездный диктатор». Его голос на Дымчане каждый день слышат по радио и телевидению. «Читать текст как диктор, допустим, на радио, какой-то закадровый текст, это одно. Ты можешь где-то остановиться, где-то перечитать. А здесь, так скажем, с трибуны вещать – это совсем другое. И почему-то вспомнилась школа сразу». Кстати, и школьников, которые поняли, что писать грамотно – это модно, стало больше. Вообще же подвергнуть какому-либо анализу публику, которые участвуют в диктанте, невозможно. Главное – это решительные люди, которые хотят и не боятся проверить свою грамотность. «Тотальный диктант» писали Светлана Ложникова, Сергей Черков, телевидение «Общество «Газпром. Добыча на дым». Тема продолжим с главным инициатором и координатором этого мероприятия в Надыме – работником «Газпром. Добыча на дым» Константином Повенским. Здравствуйте, Константин Иванович. Итак, итоги подведены. Как написали тотальный диктант надымчане? – Самый простой и легкий ответ на этот вопрос будет «Написали лучше». У нас в этом году впервые за время проведения тотального диктанта в Надыме появились отличники. Их аж трое. Мы их обязательно наградим специальными призами, специальными подарками. И в целом наши филологи отмечают, что качество текстов, которые были сданы, это качество гораздо выше, чем в предыдущие годы. – Наверное, были ей хорошисты. – Конечно, и было очень много хорошистов. – В чем особенность тотального диктанта в 2016 году? Какие новшества введены организаторами? – Если мы будем с вами говорить о тотальном диктанте в целом, то из самого интересного, я думаю, стоит отметить то, что на онлайн-площадке totaldict.ru создана возможность онлайн-разбора текста. То есть созданы вебинары, на которые могли заявиться все желающие. И в онлайн-режиме посмотреть, послушать мнение филологов из Новосибирска о типовых, о главных ошибках в текстах тотального диктанта. Все три части. На тотальный диктант, вот в Надыме, приходят детишки. Приходят детишки, которым 10-12 лет, 5-6 класс, ну и чуть-чуть постарше. – В этом году их было больше по сравнению с предыдущими? – Да, в этом году их было больше. – Это самая главная особенность. – Мы их тоже обязательно наградим, отметим. – Кстати, вот говоря о ошибках. Эксперты, проверявшие тотальный диктант в столице России, были, в общем-то, удивлены. Самые распространенные ошибки участники допустили в заимствованных словах «Арена», «Атлеты» и «Баталия». Какие ошибки позабавили Надымских филологов? – «Арена», «Атлеты». Я думаю, что это относится к третьей части диктанта, которую писали в Москве и в западной части России. А мы писали по традиции в часть номер 2. И у нас типовыми ошибками и самыми такими распространенными были ошибки в словах «вкратце», «впоследствии», «впоследствии». «Финикийцы», «Эллины» с одной «Л», с двумя «Л». Вот такие вот основные ошибки. Ну вот как вы думаете, как можно объяснить эти ошибки? Может быть, это результат СМС и интернет-общения? – Я думаю, что вы правы. Я тоже так считаю. Мы об этом не раз говорили. Я думаю, что вот эта вот возможность такого быстрого обмена информацией, которая у нас сейчас существует в интернете, в телефоне, в СМС и в других различных мессенджерах, это как раз таки все и приводит к тому, что мы перестаем следить за тем, что мы пишем. Мы не ставим знаки перепинания, забываем делать окончание, просто сокращаем слова. Иногда это, конечно, удобно, но это не очень красиво, правда? И это не по-русски. Спасибо за то, что нашли время прийти к нам в студию. Далее в нашей программе. Дружно, с выдумкой и пользой ямальские журналисты отметили профессиональный праздник. 15 лет в эфире, ровно столько лет информационной программе телевидения «Газпром. Добыча на дым». Не переключайтесь, мы скоро продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем выпуск. На этой неделе, 19 апреля, ямальские журналисты отметили свой профессиональный праздник. Традиционной в эти дни стала встреча представителей городских, региональных и корпоративных СМИ с генеральным директором «Газпром. Добыча на дым» Сергеем Меньшиковым. Он поблагодарил всех за профессиональное служение своему делу, объективность, предоставляемая информация и плодотворное сотрудничество. Затем к коллегам обратился начальник службы по связям с общественностью и СМИ общества «Газпром. Добыча на дым» Андрей Тепляков. Сравнив трибуну со сценой, он рассмотрел работу журналистов по системе Станиславского. Сверхзадача, сценическое действие и вера в предлагаемые обстоятельства – все для того, чтобы понравиться аудитории. Причем в самом широком смысле этого слова. Тогда телеканал или печатное издание сможет претендовать на культурное и историческое явление. У региональных журналистов главная особенность – универсальность, умение писать на самые разные темы. И здесь самое важное – знание. С целью повышения профессионального уровня Андрей Тепляков выступил с инициативой создания новой общественной организации «Журналисты на дыма». Предлагаемый формат ее работы – регулярные встречи с экспертами, которые помогут разобраться в сложных вопросах, а также с успешными журналистами федерального уровня, которые поделятся своим опытом. А занятие, по сути, уже состоялось. На него были приглашены генеральный директор предприятия Сергей Меньшиков и специалисты-производственники. Простым и доступным языком они ответили на детские вопросы, проведя своего рода ликбез по газу. Но праздник на этом не закончился. Своё общение представители четвертой власти продолжили на площадке торгового комплекса «Династия». Подробнее расскажет Светлана Ложникова. В календаре у представителей прессы много памятных дат. Это и день радио, и день печати, и день телевидения, и много других. Но из всего этого разнообразия ямальские журналисты особо отмечают свой собственный профессиональный праздник. Для них это прекрасный повод встретиться вместе. Причём не только друг с другом, но и с теми, для кого, собственно, они работают. Мне кажется, вообще надымские смешники настолько сплочённые люди, настолько активные, с активной жизненной позиции, гражданской позиции. Мне кажется, все нас везде могут увидеть на мероприятиях. И мы помимо этих мероприятий, помимо работы, мы ещё общаемся между собой. Это общий праздник. Причём не только общий праздник журналистов и других сотрудников средств массовой информации, но это общий праздник жителей Ямал-Нейского автомобилового округа. Это наш праздник общий. 85 лет – это серьёзная дата, солидная дата. Надымское медиа-сообщество весьма разнообразно. Это и печатные издания, и электронные СМИ окружного, муниципального и корпоративного уровня. История, достижения и творческая продукция каждого представлены на выставке. Это очень здорово, потому что те средства массовой информации, которые есть у нас и которые есть на Ямале, они, конечно, пользуются очень огромной популярностью, потому что как-нибудь через СМИ мы можем узнавать какие-то новости. Медийное пространство – это и есть культурный фон ежедневно у нас окружающий. С утра по радио тебе что-то сказали, вечером по телевизору тебе что-то сказали, что ты в газете прочитал. Собственно говоря, вот эта информационная оболочка, в которой ты живёшь. Если она полностью федеральная, то нет ощущения местной близости, чего-то родного нет. Свыше 40 лет со своих страниц пишет летопись Надымского района газета «Рабочий Надыма». Все выпуски этого периода собраны в юбилейном альманахе. К печати издания готовилось полгода. Старые номера приходилось сканировать, оцифровывать, а отдельные плохо сохранившиеся места набивать вручную. А Надымская студия телевидения перешагнула 25-летний рубеж своей деятельности. Успехи её работников отмечены многими наградами. За ними стоит огромный труд, который не всегда виден. Окунуться в телевизионную кухню и почувствовать на себе сложность профессии диктора смогли все желающие. 33 корабля, лавировали, лавировали, да так не было, лавировали. Телевидению общества «Газпромдобыча Надым» только 15. Здесь работают опытные профессионалы, начинавшие свой творческий путь с городского телевидения. От темы районного значения к мегапроектам крупнейшего газодобывающего предприятия. Расскажи про свою маму. Какая она у тебя? Где работает? Чем занимается? Она работает на телевидении. Она ещё ездит в командировке. И там Мишка к ней приходит и даёт ей сюрприз. И потом мама мне отдаёт. Это Мишка мне отдал сюрпризы. Пресс-служба надымских газовиков – явление уникальное. Здесь есть и электронные, и печатные СМИ. Главное корпоративное издание компании «Газета «Газовик» выпускается уже более 20 лет. А с 2012 года у неё появилось глянцевое приложение – журнал «Джоуль». Выставка подарила представителям надымских СМИ уникальную возможность получить обратную связь от зрителей, слушателей и читателей. На каком канале выходит программа общества «Газпромдобыча Надым»? «Дэптв». Самые преданные из них с лёгкостью ответили на вопросы викторины и получили подарки. В этот знаменательный праздник хочется поздравить всех смешников. Можно так, наверное, всё-таки ласково назвать вас всех. И пожелать вам здоровья, счастья, любви, творческих успехов. Потому что без этого никак. Вы очень креативные люди. И хочется, чтобы наши средства массовой информации оставались именно такими же. Я пожелаю, чтобы вы всегда были красивые, хорошие. И всегда, чтобы у вас была улыбка на лице. Поздравлением присоединяются Светлана Ложникова, Олег Зубко, телевидение общества «Газпромдобыча Надым». Поздравления с профессиональным праздником журналисты надымских СМИ принимали сегодня и в районной администрации. Почетные грамоты и благодарственные письма, признания заслуг. В числе награжденных и наши коллеги. Юрий Федорин, Александр Мурчич, Геннадий Литвинов. Рады за вас. Поздравляем. Не планировали, но так получилось, что у редакции телевидения «Газпромдобыча Надым» в эти дни тоже свой маленький праздник. Информационная программа подробностей 15 лет в эфире. Мы в связи с юбилейными датами рассказываем об отдельных филиалах, отделах и службах «Газпромдобыча Надым». Пользуясь случаем, расскажем сегодня о себе. Программа подробностей – самый главный и вкусный продукт от корпоративного телевидения «Газпромдобыча Надым». Здесь почти все наши награды, заработанные за эти годы. Ведомственные, окружные, общероссийские и даже международные. Это своеобразная визитная карточка профессионализма сотрудников нашей редакции. В этом кабинете рождаются самые креативные идеи. Четыре журналиста-девушки рассказывают далеко не женские истории на различные темы. Более четырех тысяч сюжетов о производстве. Порядка двух с половиной о том, как предприятие решает экологические проблемы. Тут разные – рекультивация, экологические субботники, сокращение выбросов в атмосферу, перевод автотранспорта на газомоторное топливо. Тысяча видеоматериалов, посвященных охране труда. Более тысячи – кадровой политики. Сотни часов в автомобилях, вездеходах, ледоколах и вертолетах, самолетах и речных судах. И даже на оленях. Это командировки. Мы объездили весь Ямал, побывали даже на острове Белый. Остров Белый – самая северная территория Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь самая ранимая и хрупкая природа. Здесь обитает самый страшный и опасный хищник – белый медведь. 70 лет назад сюда ступила нога человека. За это время здесь образовалась самая вредоносная свалка промышленных отходов. Главы регионов Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев отправились в сторону Салехарда. Но выйти они должны раньше, на 110-м километре железной дороги Обская-Баваненково. По-другому этот участок называют район реки Щучья. Там запланирована пресс-конференция. Два телеоператора работают в студии и на выезде. Благодаря им зритель попадает в кабинет генерального директора предприятия на Баваненковское месторождение или на корпоративный фестиваль «Факел». Сейчас мы находимся почти в двух с половиной тысячах метрах над уровнем моря. Здесь не так жарко, но вполне комфортно, даже когда рядом лежит снег. Ведь для нас, северян, это вполне нормально, чтобы в мае лепить снеговика. Кадр за кадром весь видеоматериал собирают монтажеры – Игорь Забаровский и Евгений Корнилов. Превращая двухчасовые съемки в короткие сюжеты. А еще им надо смонтировать и другие программы. А еще документальные и обучающие фильмы. А еще рекламные ролики. Журналисты, операторы, монтажеры, режиссер и редактор. Всего 10 человек. Местами это очень дружный коллектив. Местами нас раздирают творческие разногласия. Но это только идет на пользу. Потому что мы не стоим на месте. Мы учимся и развиваемся. Мы в постоянном поиске, как сделать свою работу лучше и интереснее. Все это происходит благодаря нашей любви к своей работе и к своим телезрителям. Вопрос недели мы тоже решили посвятить теме СМИ. Могут ли надымчане представить свою жизнь без газеты и телевидения? СМИ. 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 Нет. Ну почему? Как-то не представляется она уже без него. Нет, конечно. Знаешь, что в мире не только в своем кругу жить, а что вообще творится. Наверное, нет. Нет. Не можем. Информацию надо вводить. Но в то же время печатные издания тоже нужны. То есть дополнительный источник информации. А телевидение часто смотрится? Конечно. Каждый день. И спим под него. Телевидение я практически не смотрю. Газеты редко читаю. Нет. Нет. Я так привык, что не могу. Газеты, телевидение. Особенно телевидение. Для нас, пенсионеров, это основной источник информации. На какое-то время можно. А так-то, конечно, нет. Это все-таки источники для информации, так скажем. И вообще обо всем, об окружающем мире мы знаем оттуда. Надымские журналисты умеют не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. Причем отдыхать спортивно. Очередной дружеский турнир по боулингу стал отличной кульминацией профессионального праздника. Эстафету по организации соревнований от службы по связи с общественностью и СМИ Общество «Газпром. Добыча на дым» приняла редакция газеты «Рабочий на дыма». Также на дорожке городского боулинг-клуба вышли представители надымской студии телевидения и впервые попробовала свои силы сборная корпорация ВКС. Три раунда в течение часа игроки сбивали кегли с большим или меньшим успехом. В итоге третье место заняли телевизионщики НСТ, второй стала команда ВКС, а лучший результат показали газетчики «Рабочего на дыма». А в итоге победила дружба. Смешники единодушно решили продолжать играть в боулинг и на следующие соревнования учредить переходящий кубок. И это все события, о которых мы успели вам рассказать. Впереди вас ждет прогноз погоды. Ну и я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных. В предстоящие дни синоптики обещают потепление до плюс 15 градусов. Облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Влажность 86%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова